Эх, наконец-то, наконец-то, спустя долбанных два месяца я добрался до этого видео. Ну и конечно же, спустя две долбанных недели я наконец-то починил свой компьютер. Морка горкнется, горка моркнется, всем привет, с вами Гобс. И сегодня я расскажу о второй части легендарной игры Battlefront 2, вышедшей аж в 2005 году. Вторая часть вышла меньше, чем через год. И по большому счету, это по большей части дополнение. Если первая часть это демоверсия, демонстрационка, бетка, предрелиз, не знаю, то вторая часть это уже более-менее полноценная игра, конечно же, со своими косяками и недостатками. Но самое главное, у второй части была просто замечательная поддержка модов, которая большую часть гадостей исправляет и по сей день. Чтоб вы понимали, когда вышла вторая часть от DICE, которая, мягко говоря, всех привела в небольшой бадхёрд, во второй части 2005 года сидело просто в 10 раз больше человек в онлайне, чем в изделии DICE. Что же изменилось относительно первой части? Во-первых, появились новые режимы. Помимо захвата точек, появился еще захват флагов, уничтожение противника, ну и, в принципе, стандартные сенсионные режимы. Во-вторых, появилось большое количество карт. Также в игре теперь более осмысленный сюжет. Он идет по фильмам, хотя с некоторыми оговорками. Рассказ ведется от имени бойца 501-го легиона, по большей части от него. И будут участвовать все сражения третьего эпизода, ну и часть затронут еще второго. Но это так, не критично. А закончится основная кампания битвы на Камино. А именно битвы бойцов 501-го легиона против новой армии клонов-каминьянцев, которые решили восстать. Режим захвата галактики остался, только он достаточно сильно изменился. Теперь он еще сильнее напоминает стратегию и скорее даже ближе к Empire at War, чем к чему-то непонятному и несуразному, что было в первой части. Графически игра не изменилась, зато появилось такое количество разнообразия юнитов, которое не было в первой части. А благодаря модам их стало еще больше. И битв стало больше, и территорий больше, и режимов больше, и вообще всего больше. Спасибо, фанаты, вы делаете все, чтобы игра жила и по сей день. Достаточно серьезно подтянули искусственный интеллект. Теперь он не так сильно тупит, хотя иногда все равно тупит. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Какой год на дворе был, не забывайте. Также игра принесла еще очень интересную фишку. Она добавила в игру героев. Уж то, что, что такое герои, я думаю, вы понимаете. Оно было и в дайсовской версии игры, и именно отсюда оно все перекочевало. То бишь, ты набиваешь определенное количество очков, и после этого количество очков тебе дают либо спецсолдата, которого ты до этого не мог использовать, либо же героя, если он свободен. Причем это может произойти и после смерти, и во время боя напрямую. Очень многие критикуют этот момент, потому что герой, ну, фактически имба. С другой стороны, его достаточно легко расстрелять на расстоянии, и герои дохнут достаточно быстро. В общем, я не понимаю, в чем тут имбаланс, но по большому счету ощущение от игры героям очень сильно отличается от общей манеры игры, и от ощущения игры в целом. Так что, может быть, людям просто не нравится то самое ощущение, не того. Однако, благодаря некоторым манипуляциям, мы получили режим, как «Война героев». Честно говоря, не знаю, это модификация или оригинальная версия, но, скорее всего, в оригинале она тоже была, где есть просто толпа героев и толпа злодеев, где друг друга просто мудокуют. Это реально круто. Если брать чистую игру, она берет фактически только два периода, это «Война клонов» и «Гражданская война». Однако, благодаря модификациям, мы получили времена «Темной империи», мы получили времена «Мандалорских войн», мы получили времена «Катора», «СВ Тора». В общем, вы понимаете, расширенная вселенная, одним словом. Если подводить некие итоги, что такое «Баттлфронт 2» того времени? Это доделанный «Баттлфронт 1», с возможностью нормальной модификации и достаточно легкой, которая позволила игрокам и по сей день в нее играть. Мало того, работают сервера стима, и работают они превосходно. Мало того, некоторые моды с этим работают. Правда, я не уверен, что все, но, грубо говоря, большинство модов друг с другом синхронизировать возможно. Конечно же, кого-то может оттолкнуть графика, потому что, ну, игра старая, и это вот... Да, это ощущается. Но, честно говоря, если смотреть на то, что сделала DICE, неплохая игра, но, блин, кроме графики, по большому счету, это достаточно порезанный шутан, где все зависит от рандома, по большей части, или от того, насколько у тебя тупые тиммейты. Ну, а по большому счету, игра до сих пор предоставляет просто замечательные эмоции, особенно, когда понаставишь туда модов, играешь там за какого-нибудь Ревана, и мочишь всех окружающих. Это очень приятно. Также, благодаря модификациям, ты можешь узнать о периодах, о которых фактически написаны только книги, а книги, как правило, не все читают. Ну, а на сегодня это можно сказать все. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, я все читаю. Ну, и, конечно же, не забывайте самое главное. Пьяный гоблин должен оставаться пьяным всегда. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok